Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаев-Черкесия Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Ее возглавил депутат Государственной Думы Федерального собрания страны от Калмыкии Абадма Вашанкаев. Совместно с членами нашего правительства гости посетили два предприятия – завод по мясопереработке Дамате и сады Карачащикисии. В Черкесске в рамках проекта «Кавказ Гранд Туризма» прошел семинар «Единые стандарты кавказского гостеприимства», в ходе которого эксперты и разработчики проекта делились опытом с представителями туристического бизнеса Республики, рассказывали, как внедрить «Единые стандарты кавказского гостеприимства» в конкретном отеле и какая практическая польза будет от этого, комментирует заместитель полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе Владимир Надыкта. Одна из главнейших тем сегодняшних семинаров – это чтобы человек возвращался. Он должен, потрудившись целый год, переехать в такую среду, которая на весь предстоящий год ему создаст хорошее настроение, которое будет по капельке-по капельке расходоваться до следующего отпуска. И он с радостью и с надеждой будет понимать, что вот я снова вернусь на Кавказ, я снова вернусь туда, где мне рады, где меня ждут и получу новые положительные эмоции. В эти дни в Дагестане проходит 23-я российская выставка овец и коз, в которой принимает участие делегация нашей республики. На площадке мероприятия развернулись подворья нескольких регионов России. Здесь представлены изделия народных художественных промыслов и аграрная продукция. Субъекты демонстрируют овец, коз, быков, буйволов и лошадей. Карача-Черкесию представляют три племенных хозяйства – репродуктор «Магнат», «Икар» и племенной завод «Махар». Экспозицию нашей республики традиционно дополняют национальные подворья, где представлены домашняя утварь для народов Карача-Черкесии, предметы быта, национальные костюмы и блюда национальной кухни. Почти 16 тысяч жителей Карача-Черкесии обеспечат качественными коммунальными услугами благодаря новой программе модернизации ЖКХ. В 2023-2024 годах на территории восьми муниципалитетов республики заменят почти 130 километров инженерных сетей. Определены первоочередные объекты, по ним подготовлена проектная документация и получено положительное заключение госэкспертизы проекта. Ведется кадастровый учет земельных участков, на которых будут размещены инженерные сети. В ближайшее время пройдут конкурсы на выполнение строительных работ. Всего за два года в регионе реализуют 21 мероприятие, 17 в сфере водоснабжения и 4 теплоснабжения. Оператором новой масштабной программы модернизации выступает Фонд развития территории. В рамках национального проекта образования в Учхикене Малокарачаевского района, как мы уже сообщали, продолжается строительство новой школы, которая станет одной из самых крупных в Карачаевской кейсе. Получать знания в новом учебном заведении сможет почти тысяча учеников, причем в самых современных и комфортных условиях. Чем еще, кроме размеров, будет отличаться новая школа и на каком этапе сейчас ее строительство, рассказала министр образования и науки республики Инна Кравченко. Сегодня мы уже видим существенные изменения. Уже и кровля есть, ведутся в двух корпусах. Корпус Б и корпус С – отделочные работы. Внутри остается корпус А, буквально в июне его уже тоже перекроют. И отделочные работы во втором полугодии текущего года будут завершены. И к концу декабря 2023 года школа должна быть введена в эксплуатацию. Этим летом в пришкольных лагерях Черекеска отдохнут более 1700 детей. Это учащиеся первых седьмых классов. Воздоровительные площадки дневного пребывания по традиции будут организованы на базе 15 общеобразовательных организаций. Детей ждет интересный и активный отдых, различные увлекательные викторины, конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия. В программу также включены творческие занятия, познавательные экскурсии и походы. Пришкольные лагеря будут работать с 8.30 до 14.30. Предусмотрено бесплатное двухразовое питание. Готовность лагерей проверит специальная комиссия городского управления образования. Школьники Черекеска получат также путевки в загородные лагеря республики. Это прежде всего дети с ограниченными возможностями здоровья. Ребята из многодетных, малообеспеченных семей, опекаемые и несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации. За четыре месяца текущего года на территории республики зарегистрировано 678 случаев ветряной оспы среди детского и взрослого населения, что более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что ветряная оспа – это остро протекающее заболевание вирусного происхождения, течение которого характеризуется появлением на коже пациентов характерной пузырьковой сыпи на фоне общей интоксикации организма. В ауле Инжичишхо Хабецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Водитель автомобиля «Газель» допустил наезд на 8-летнего ребенка 2015 года рождения, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. В результате происшествия пострадавший от полученных травм скончался. Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Урубского района, причастного к гибели двух человек в результате ДТП. Тему продолжит старший помощник прокурора Карачао-Чекеси по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа 2022 года около 12 часов 30 минут на 29-м километре автодороги Псимен-Пхия. Водитель машины УАЗ-31512, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части с печально-каменным покрытием, не учитывая дорожные условия, не соблюдая боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, не справился с рулевым управлением, вследствие чего он допустил съезд с проезжей части в кювет, что привело к попаданию автомашины в реку Большая Лоба. В результате аварии двое пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, утонули. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Урубский районный суд для рассмотрения по существу. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Карачачьей Кейси совместно с Главным управлением наркоконтроля Министерства внутренних дел России при силовой поддержке бойцов спецподразделения ГРОМ задержали в Черкесске мужчину и женщину из Ростовской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и сильнодействующих веществ. У гражданина обнаружены и взяты два полимерных пакета с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, является мифедроном общей массой 1 кг. Установлено, что запрещенное вещество предназначалось для сбыта на территории Карачачьей Кейси бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. При проведении дальнейших мероприятий сотрудники полиции в арендованной задержанным наркокурьером и его знакомой в квартире в Черкесске обнаружили сильнодействующее вещество при габалин общей массой более 1 кг, весы, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, а также упаковочные материалы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Повышение уровня безопасности движения на федеральных трассах Северного Кавказа – приоритетная задача дорожников. В 2023 году Управление федеральных автомобильных дорог Кавказ продолжит реализацию инженерно-технических мероприятий в рамках программы работ по установке элементов обустройства на подведомственной сети в целях снижения риска возникновения ДТП. Информацию комментирует пресс-секретарь управления Милана Тхамокова. Для обеспечения безопасного пересечения дороги смонтируют 11 светофоров с кнопкой вызова на пешеходных переходах. На пяти локальных участках автодорог Р-217 «Кавказ» и А-155 «Черкеск-Дамбай» построят стационарное электроосвещение общей протяженностью 1 км 300 метров. На участке подведомственной сети установят более полутора километров осевого и свыше одного километра бокового барьерного ограждения, а также 760 метров перильного ограждения. Более 15 гектаров парковые зоны и общественные пространства Черкеска обработаны от клещей и расставлено 700 ловушек для каштановой моли. К концу мая завершится обработка 1600 деревьев от болезней и вредителей, расположенной на улицах Первомайская, Демиденко, Октябрьская, Фабричная, Международная, Комсомольская и Ставропольская. Перед обработкой обязательно будет выполнена обрезка сухих веток. Кроме того, с начала мая все парковые зоны и общественные пространства Черкеска были обработаны от пастбищного клеща. Повторная обработка будет проведена в августе. В эти дни в Архизе проходит слет добровольцев Северокавказского федерального округа. Форум стал уникальной площадкой, которая собрала 150 участников для обмена опытом и лучшими практиками в сфере добровольческой деятельности. Основная цель развития добровольчества по направлению чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных работ лучших добровольцев со всего Северокавказского федерального округа ждут новые знания и навыки, которые помогут ребятам повысить свой профессионализм и улучшить качество оказания первой доврачебной помощи и работы в кризисных ситуациях. Мероприятие проводится совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Сегодня свой славный 70-летний юбилей отмечает наш коллега, руководитель редакции «Вещания на абазинском языке», заслуженный журналист Карача-Черкесии, народный поэт Республики Хаджисьмель Салтанович Аджибеков. Он родился в 1953 году в ауле Красный Восток Малокарачаевского района. Окончил Пятигорский педагогический институт иностранных языков, несколько лет проработал учителем немецкого и английского языков, директором школы, сотрудником газеты «Коммунизм Алашара» «Свет коммунизма». Хаджисьмель Салтанович – автор нескольких книг на абазинском языке, в том числе трех фольклорных сборников. Его произведения в разные годы публиковались в газете «Абазашта». Пишет он не только на абазинском, но и на русском. За переводы его произведений берутся только лучшие переводчики. Наряду с этим Хаджисьмель Аджибеков вот уже более 30 лет руководит редакцией «Вещание на абазинском языке». Его передачи всегда интересны и востребованы. Коллектив службы радиовещания ГТРК «Карачачий Кейси» поздравляет Хаджисьмеля Салтановича с юбилеем и желает дальнейших творческих успехов. При поддержке регионального правительства школьники республики реализуют шесть проектов в сфере креативных индустрий. Проекты были подготовлены в рамках интенсива развития креативных индустрий в цифровой среде, проектный подход, который составился в центре «Спутник». Так, в течение шести дней порядка пятидесяти школьников, разделившиеся на команды, подготовили следующие проекты – стендап-шоу, дека-воркинг, программа по знакомству с культурой «Карачачий Кейси» «Новый взгляд», производство дизайнерской одежды «Волок», проект по съемке сериала «Фабула» и другие. В республиканской столице прошел плогинг «Забег – сделаем город чище». В экологической акции приняли участие учащиеся гимназии номер 17. Они собрали 120 пакетов по 120 литров пластикового мусора. По итогам забега лучших наградили ежедневниками и блокнотами из эко-сырья. 19 мая в Черкесске впервые откроется фото-выставка «Банка России. Время и деньги», посвященная историю российских денег. Посетители смогут проследить эволюцию денег, ознакомиться с банковским оборудованием, а также узнать, как раньше пересчитывали крупные суммы денег и как это происходит сейчас. В день открытия выставки предусмотрены мастер-классы, на которых эксперты отделения Национального банка Республики расскажут о том, как защищают деньги от подделок и как в наши дни можно самостоятельно проверить банкноту на подлинность. Мероприятие состоится в картинной галерее. Посетить экспозицию можно будет до 24 мая и вход бесплатный. Ну и последняя информация. 16 медалей завоевали наши спортсмены на первенстве России по борьбе на поясах. Состязания среди юношей и девушек до 18 лет проходили в Крыму. По итогам соревнований у сборной Карачачи есть общекомандное первое место и 12 путевок на юношеское первенство мира. Призерами стали Али Байкулов, Ибрагим Гачияев, Салим Семенов, Ислам Татаркулов, Умар Джамбаев, Ринат Бастанов, Астимир Чагов, Тамерлан Каракетов, Азамат Баташев и другие. Спортсмены, занявшие первое и второе места, будут представлять сборную России на первенстве мира по борьбе на поясах среди юношей. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. В республиканской столице без осадков, ветер восточный 6,11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 21 градуса. На этом новостной блок завершен. Его провела Детонирова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова